Привет всем! Я Андрей Завадский, фотограф. И начну свою серию записей о разных темах, о технике, о фотографии. И вот первое видео захотелось поделиться своим опытом о Nikon объективах, именно о 85-ке. Вот у нас 85-ка 1D, это старая версия автофокуса. 85-ка ГА серии, самая последняя. Ну и тут Sigma Art тоже 1.4, просто взял, добавил для теста. Хотел поделиться, как работает автофокус на трех разных фотоаппаратах. Вот у нас здесь кроп, я бы его назвал один из дешевых кропов. Здесь у нас дешевый фулл-фрейм и там дорогой фулл-фрейм. Фишка в том, что у этих объективов автофокус подается на вот эту, как ее назвать, гайку. И автофокус, мотор, находится в фотоаппаратах. И он подает сюда, как бы, такой, как ее назвать, отверткой. И скорость, как он ее подает, все зависит от того, какой в фотоаппарате мотор. Вот. Это почти во всех D-сериях объективов. Таким образом работает автофокус. Уже в ГА-серии они просто подают электричество через эти контакты. Подают электричество через эти контакты. И мотор уже в объективе. И также работает Sigma Art. И почему они так поменяли? Потому что здесь довольно громкий автофокус. И они решили уже его строить внутри. И таким образом решить, как бы, многие технические проблемы. Но с этим появился один минус. Что в зависимости от того, какой у тебя боди, там разные автофокусные модули. И скорость автофокуса зависит от фотоаппарата. У этих D. У ГА-серии практически, независимо, какой берешь боди, скорость автофокуса одинакова. Вот. Хочу просто продемонстрировать. Вот. Возьмем D-серию. Проверка происходит так, что мы закрываем крышкой. Закрываем крышкой. И тогда объектив проходит, как бы, всю линейку своей дороги автофокусной и возвращается на начальную, потому что не находит автофокуса. Но таким образом мы понимаем, насколько быстрый мотор, потому что он пытается очень быстро это сделать. Мы видим примерно скорость, как это происходит. Это был дешевый, дешевый фулл фрейм, ой, дешевый кроп. Сейчас возьмем дешевый, дешевый фулл фрейм. И мы видим, скорость уже стала быстрее. Я бы сказал, в два раза быстрее. Это Nikon D800E. У него автофокусный модуль, такой же, как и D600, NDF. Я бы назвал, самый дешевый в фулл фреймах. Но фокусируется, я бы сказал, в два раза быстрее, чем уже в кропах. И вот, если посмотреть, вот эта гаечка, она крутит, и мотор вот за этим байонетом находится. И вот, насколько дорогой аппарат, настолько они круче ставят сюда этот мотор. Вот мы поставим ради интереса в топовую модель. Это Nikon D4S. Ну, по ощущениям, я видим, тоже в два раза быстрее, чем у фулл фрейма. Я сейчас не говорю ни о точности, потому что тут тоже является чем быстрее фотоаппарат. Чем дороже фотоаппарат, тем быстрее автофокус. И точнее. И сейчас мы возьмем, оденем, ради интереса, га-серию. Вот самый дорогой фулл фрейм. Ой, крышка. Сейчас мы оденем крышку. Одеваем крышку. Увидите, как вяло, я бы сказал, два-три раза медленней автофокус, но автофокус пытается словить свой фокус и возвращается обратно. И поставим сейчас дешевый фулл фрейм. Скорость практически идентична. Вот. И сейчас ради интереса ставим на троп. Один из дешевых кропов. Чуть-чуть, может, помедленнее, какая-то задержка происходит на минимальной дистанции. Вот. Практически га-серия автофокус практически у всех одинаков. Если интересно, Сигмарт, она практически похожа на... Сейчас мы оденем крышку. Она похожа на га-серию. Может, чуть-чуть быстрее. Как бы видим, автофокусная дорожка у нас медленнее. Потому ощущение, что он чуть-чуть быстрее. Ну, и в целом, может быть, даже чуть-чуть быстрее. Вот. Поставим разницу, естественно, фулл фрейм дешевый. По ощущениям, стал чуть-чуть быстрее. Нету, как бы, задержки в концах. И оденем на D4S. По ощущениям кажется, что Сигмарт довольно быстро фокусируется. Но, к сожалению, в жизни он очень часто ошибается. Вот. И еще раз, чтобы так показать, сразу оденем D-серию на дорогой фулл фрейм. Вы видите скорость. И возьмем, сразу оденем на дешевый фулл фрейм. Так что, и вот еще один эксперимент интересный. Вот Nikon F100, пленочный аппарат. Никон F100, пленочный, ну, недавно продался за 300 евро. Буквально там 4 года назад еще можно было выловить. И сейчас у меня у Nikon вопрос. Как Nikon умудрился F100, пленочный аппарат, ставить автофокусный режим, который, по моим ощущениям, даже чуть-чуть быстрее, чем в дорогом 50-тысячном евро Nikon D4S? Как они умудрились? А, например, в каком-то 2000 евро дорогом фулл фрейме они ставили хуже мотор. Вот это я от Nikon не пойму. И на практике это происходит так, что там, кажется, секунда разница, полсекунды. Это очень-очень чувствуется, когда именно фотографируешь репортаж, где буквально момент может длиться секунды, полсекунды. И то, что фокус чуть-чуть медленнее начинает ловить, иногда вот теряешь кадры. Потому вот многие профессионалы именно стараются купить вот эти дорогие Nikon D5, D4S, D4, D3 именно из-за того, что у них все топовое. Nikon стали топовое. И в том числе и автофокусный модуль.